всем привет всем здравствуйте прямой эфир весенне-летняя коллекция в сочетании с весенне-летней коллекцией гель-лаков что я сказала короче стемпинг весна-лето 23 плюс гель-лаки весна-лето 23 и та и та и та коллекция пастельная и в итоге получается очень нежно и очень романтично хотя одна из пластин она гранжевая неформальная и если ее использовать в черно-белом варианте то будут более минималистичные более такие панк-роковые варианты дизайна все зависит от контекста если хотим делать романтику то используя светлые тона обоих коллекций получается нежнятину берем то же самое и используем например белый черный фон отпечатываем стендинг белый черный и получаются тогда варианты уже не романтичные они получаются уже более неформальные кстати а давайте мы сейчас выясним обязательно кто в записи будет смотреть поставьте вернее в комментариях напишите у вас каких клиентов больше кто любит романтическую нежную тему для маникюра или у вас больше клиентов которые любят такой вот чб минимализма где-то панк-рок где-то гранж вот каких клиентов у вас больше и кто в записи будет смотреть напишите обязательно в комментариях и кто сейчас прямом эфире смотрит тоже пишите в комментариях но у нас романтическая тема этой весны как вы уже поняли да потому что основная цветовая гамма на которую мы решили делать акцент в этом году это пастель вот поэтому у нас пастельные гель-лаки для фона идут на soulful morning у нас каталог в этой тематике он и очень нежный весь светлый этим очень много нежнятин и соответственно лаки для стэмпинга эти тоже получаются пастельные тоже получаются пастельные и в итоге получится что нежнятину поэтому сегодня я хочу сделать в нежнятине но опять же если мы возьмем те же самые варианты на вот есть такая пластина и сделаем ее не пастель вернее не черно-белую да то что обычно вот такие варианты дизайна делают максимум белые черные правильно вот но если то же самое отпечатать в пастельной гамме то что получается уже получается романтика нежность несмотря на то что варианты такие очень неформальные вот несмотря на то что варианты неформальные и так приступим я видеть еще руку не переделала это уже не знаю наверно в салон я пойду переделывать эту руку а дизайн уже сама себе сделаю так не лень самой себе пилить только вы знали я так устала на кипре самой себе делать ногти как прийти чтоб не все таки попилили замоделировали чтобы это не я делала а дизайн уже сделаю я так ну что как основа берем так сегодня предлагаю сделать первый вариант с градиентом давайте возьмем персиковый 410 к нему добавим желтенький так чтобы желтенький персиковый принципе в конце можно сделать так фиолетовый 411 быстрее всего конечно делать градиенты с акриловой пудрой вот но я щас буду без акриловой пудры делать а так всем конечно рекомендую купить какую-нибудь недорогую акриловую пудру и по акриловой пудре делать это в сто раз проще и быстрее так сейчас жидкости принесу девочки заблаживай сейчас девочки прошу прощения нужно кисточку порядок привести и мы с вами приступим градиент сейчас мы быстро сделаем градиент конечно пастель пастельные цвета они сразу ассоциируются что хочется делать только градиенты хочется делать только градиенты я соскучилась кстати за градиентами кажется градиенты никогда из моды не выйдут мою молодость градиенты были вертикальные потому что были краски делали красками сейчас вот гирлаками очень удобно делать горизонтальные вот но мы сейчас все равно сделаем французский маникюр мой любимый когда-то это был самый наверное популярный дизайн это когда французский маникюр сделан в виде радужного френча градиента пастельными красками гирлаками кстати сложнее делать французский маникюр в градиенте но тоже можно мы сегодня попробуем сделать так сделали первый слой и давайте тогда французский маникюр сделаем второй дизайн на фоне французского маникюра сегодня у нас такой нежный романтичный обязательно один эфир сделаем с новинками и сделаем в такой черно-белой гамме для тех кто любит не нежнятину а кто любит что-то такое серое белое черное так для французского маникюра кисточка конечно идет скошенный квадрат такая у меня грязненькая конечно вот но для гель-лака конечно это очень неудобно потому что гель-лак все-таки уступает по плотности красками гелевым мы с вами сейчас все равно это сделаем так сейчас возьмем палитрочку давайте возьмем вот так вот желтенький и давайте возьмем розовый и здесь тогда нужно прям контролировать чтобы не давить на кисточку во первых сильно потому что представьте это кисть она достаточно жесткая для гель-лака поэтому мы надавливаем и практически все стаскиваем на нет поэтому здесь постараться надо не давить на кисть так поехали сейчас второй слой градиента сделаем уже прям хочется весны такой когда раздеться сейчас еще раз повторюсь мы делаем дизайн с градиентом и со стемпингом и мы делаем когда градиент на французском маникюре потому что когда я вижу пастель прям так и тянутся руки градиентом градиент быстрее делать акриловой пудрой мне все равно вот видите зачастую проще без акриловой пудры потому что я знаю что у меня сейчас пойдет стемпинг мне сейчас сделать идеальный прям чистый переход в пастели ну как ну нет смысла я только время потрачу понимаете и так нужно всегда рассуждать когда касается время касается фона всегда нужно думать о том будет ли дизайн если дизайна не будет то конечно фон нужно сделать идеальный если сейчас будет идти дизайн тем более стемпинг на весь градиент он здесь только как подложка идет ну смысл тратить время сидеть выковыривать этот идеальный градиент здесь нужно сэкономить просто время поэтому я акриловую пудру не использую чтобы но я не тратила первый шаг там все равно открыть эту пудру насыпать хотя многим девчонкам сейчас проще градиент все-таки с пудрой делать мне как-то не знаю так себе мне так одно и то же пишите кому как больше нравится градиент гель-лаками дело через акриловую пудру или делать просто этот вариант готов здесь снова берем скошенную кисточку я взяла четверочку хотя удобней шестеркой работать на самом деле все и берем розовый гель-лак тоже помним о том что гель-лак наносить отдельной кистью очень сложно гель-лак начинает продирать просто потому что синтетика жестко но даже если я взяла скошенный из колонка принципе было бы попроще гель-лак просто есть гель-лак даже самый плотный гель-лак отдельная синтетическая кисть когда наносишь все с продираем с продиранием поэтому я сейчас стараюсь вот как бы знаете так не давить прям вот контролировать себя не надавливать так как у нас здесь пойдет вот эта пластина я кстати обзор новинок еще не выложила сегодня прям уже выложили девчонки эфир который я проводила 7 марта так эта пластина у нас ботаника вот мы сегодня ею поработаем для пластина для стемпинга ботаника поэтому перед тем как работать пластиной что нам надо исправиться дисперсионного слоя но градиент уж точно нет смысла обезжиривать обязательно дырки будут где-нибудь обезжиривать или испортит поверхность поэтому обязательно носим теклос топ без липкого слоя именно теклос ультрашайн нельзя в этом случае наносить то что если вдруг ультрашайн пересушите может лак не летний на принципе лак ляжет короче перед степпингом девочки только теклос наносим хорошо вот что теклос он такой более резиновый ультрашайн напомню он такой более стеклянный дизайна не катит французский маникюр делаем но по-любому в два слоя тут но никак не получится воде она и краска никогда в один слой не получалось эти здесь перехлёстом делаем чтоб один цвет находила на другой по сухому его размазать суши так и теперь здесь я предлагаю что взять какой сюда цвет вообще можно стемпинг сюда взять того цвета которого вот здесь нету обыд кстати красиво даже если я сиреневый возьму да будет прикольно точно давайте сиреневый сделаем сиреневый до сиреневой так сейчас я уже закончу вот этот быстренько так а здесь мы с вами сделаем принципе тоже можно сделать со стемпингом а давайте правда френч со стемпингом сделаем тут за ворсиночка делать совершенный такой вариант потому что у нас сейчас там тоже сделаем стемпинг с вами так давайте так готовим все раз это скотча нет сейчас из за скотчем скажу я просто видите сегодня села за рабочее место новое я обычно себе если работаю стемпингом мне вот так на лампу так видите вешаю себе удобно скотч так что еще мне понадобится двухсторонний скотч двухсторонний кусочек кусочек примут а у нас эти не пригодится и не знаю зачем его взяла там не кто-то решил позвонить в эфир поэтому сейчас чуть-чуть подвиснет эфир так тоже теклас нанесли тоже теклас потому что мы и там и там решили юля а принесете мне лунул и золотые и до лунул и золотые и так все поехали так лунки это для французского маникюра сейчас за девчонки там белый черный стемпинг есть я хочу потом отдельные мухи посадить будет хорошо так все готово можно приступать к стемпингу а здесь наверное мы сделаем зелененький можно сделать тоже будет красиво то есть сделаем зелененький ей меня на новое место посадили я теперь мечусь нету того нету того нету тогда будет у нас сиреневый зеленый все этот этот вариант лунка нужно для того чтобы украсить вот здесь лунку пусть она не не доходит до самого конца кусиком ну и что ничего страшного так я здесь вот возле кутикулы постаралась сделать выше смотрите понятно почему не было смысла в принципе можно было градиент сделать вообще в один слой не было смысла время тратить на второй слой так и здесь можно второй слой уже с мухами сделать что здесь очень классные отдельные цветочки мухи есть так теперь как мы делаем с французским маникюром в принципе можно этот же вариант сделать смотрите это как будет пример часть ногтей можно сделать на весь ноготь а часть на французский маникюр давайте этот же вариант а я ж зеленый хотела ну ладно ладно будем делать две разные композиции зелененький зелененький сделали так и берете влажную салфетку хотя можно и так оставить кстати тоже прикольно да нет уберем сделаем прям французский маникюр берете можно еще палочку взять ушную можно так потом берете уже ушную палочку так еще защищаем быть здесь поток вас это очень легко делать когда весь ноготь защищен и перекрыт т-класса все сделали и теперь здесь можно это дополнить шарми кончиком обещаю следующий мастер-класс он у нас будет с вами стиле минимализма сегодня у нас такая романтика женственная а в следующий раз тогда сделаем что-то более минималистично так принципе сюда можно больше ничего не добавлять мне же хочется какой-нибудь ягодку присомачить ну ладно шарми кончики добавим что у нас у нас тут шарми кончиков много разных нежных есть чего-нибудь мы сейчас добавим и и они все как раз тоненькие аккуратненькие давайте вот этот возьмем вот так вот в углу раньше клиенты очень любили французский маникюр потому что французский маникюр очень хорошо носится 45 недель потому что границы отрастания нет особенно если от кутикулы не делать покрытие какое-нибудь а просто цвет камуфляжа оставить сейчас даже французский маникюр все делают чтобы ложа была обязательно покрытая там все равно есть границы отрастания такой вариант у нас будет а здесь давайте просто еще стемпингом поработаем у меня здесь есть любимая муха вот это и очень люблю вот для чего нужен скотч видите как удобно тысяч быстренько пусть в этой ой ну ладно руки у меня трюханулись чуть-чуть ну можно беленьким продублировать например только жопку сейчас мы жопку продублируем сейчас покажу беленький здесь скотчем блин классная аккуратная работа получается пигня блины не сотрешь и не сотрешь ну ладно делать сейчас мы оставим как есть так и бабочку какую-нибудь они давайте вот этот не вот эти две нравятся штуки это полумухи полем полумотыльки так ну так а это пусть вниз летит все и жопу все таки я сделаю еще разочек так так ну вот сейчас по хитренькому сделаем вот так вот даже я могу косячить но что бывает такое тоже все вот теперь получше здесь можно также добавить какой-нибудь шармикончик только уже золотой да слов кстати очень много в этот раз сделали они разные под разные категории для романтичных девочек ну давайте мы добавим есть просто классические для минимализма есть стили кантри разные смотрите когда здесь столько лака по-любому надо либо первый слой было топ слайдером пройтись либо два слоя текласа обязательно понятно почему есть принципе шармиконов немного здесь одного слоя достаточно вот только обязательно следите за тем чтобы вы запечатали торец а здесь такой вариант что обязательно вот я сейчас беру опять второй слой топа ну у нас преподаватели и многие сотрудники они как любят они топ слайдером первый слой он с липким слоем а потом уже текласом либо ультрашайном вот можно было первый слой топ слайдером сделать чтобы вот прям наверняка потому что здесь конечно очень много получилось лака вот два слоя будет достаточно все сегодня у нас видите прям романтический вариант значит следующий раз с вами делаем спокойный че б будем делать черно-белый всем большое спасибо за внимание смотрите все есть кроме что девятое число до шармиконы слайдеры гель-лаки на эми шоп и у дистрибьюторов есть пластины пластины и лаки для пластин они с завтрашнего дня начнут отгружаться в регионы с 13 числа уже будут на эми шоп точка ру вот всем большое спасибо пока пока и и и и и и и и и